За эту неделю в дежурную часть нашего отдела поступило более 300 обращений и сообщений граждан. Ну, если быть точным, 322 таких обращения, по которым назначены проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства. Это там, где есть признаки преступлений, даже формально, по 23, по 210 назначены проверки в рамках административного кодекса. Ну, остальные там у нас по нашим приказам тоже определенное рассмотрение будет. Значит, все сообщения, я подчеркиваю, все сообщения, поступившие в дежурную часть, подлежат обязательной регистрации. У нас есть система контроля регистрации этих сообщений и есть система контроля по разрешению этих сообщений. То есть, установлены сроки и порядок разрешения. На территории было зарегистрировано 6 преступлений, из которых 4 были раскрыты по горячим следам. Процент раскрываемости больше 66%, то есть, процент достаточно серьезный. Жаль, конечно, что 2 преступления остались совершенными в условиях неочевидности. Значит, здесь что могу сказать. За аналогичный период было зарегистрировано, прошлого года, было то же количество, 7 преступлений. Там поменьше было раскрыто нами, конечно же. Там всего 3 было раскрыто. Значит, за этот период произошла 1 кража, она раскрыта, чужого имущества раскрыта. Значит, в условиях неочевидности 2, я сказал, преступления. Это 1 вымогательство и 1 мошенничество. Ну, здесь, как всегда, это в сфере информационных технологий. Это там, где граждане, даже будучи объектами нашей профилактики, все равно поддались на уловки мошенников и перечислили свои денежные средства, перечислили по требованию мошенников на определенные там счета. Ну, а в одном случае, то, что связано с вымогательством, это, к большому сожалению, такие случаи тоже бывают у нас. То есть наши граждане, доверяя, безоговорочно доверяя просторам интернета, сбрасывают друг другу, ну, сбрасывают, прошу прощения, там, за сленг, направляют друг другу сообщения различного характера. В нашем случае девушка направляла сообщения своему молодому человеку, как она предполагала, но при этом, ну, то есть фото откровенного характера, между ними такие сообщения передавались, и это стало достоянием третьих лиц. Соответственно, третьи лица выставили требования, и более 105 тысяч она перевела мошенникам за то, чтобы они не размещали данные фотографии в интернете. Было возбуждено уголовное дело по ст. 163, ч. 1, за вам артистом. Эти два преступления остались в условиях неочевидности, мы по ним работаем, алгоритмы работы по таким преступлениям есть. К большому сожалению, лица, которые совершают такие преступления, живут за пределами нашего города, района, даже за пределами края, а порой и за пределами Российской Федерации. Значит, одно причинение тяжкого вреда здоровью, оно раскрыто. Один угон чужого транспорта тоже раскрыт. Ну, и одно причинение телесных повреждений легких, оно тоже раскрыто. То есть из шести, я еще раз повторяю, четыре преступления раскрыты, два в условиях неочевидности. Благодаря усилиям личного состава, а здесь, пользуясь случаем, я от имени руководства отдела благодарю наш личный состав за то, что все эти праздники, ну, они честно отнесли службу и не допустили серьезных преступлений и правонарушений на нашей территории. То есть, по крайней мере, всплеска криминальной активности не допущена.